приветствую дорогие друзья рыжик это рассказ не о тебе не тебе ему тоже хочется наступает весна и остро стоит вопрос о защите собаки от нападения клещей поскольку мы живем в средней полосе здесь этого добра навалом и мы используем вот такую таблеточку бровекта обязательно напишите используете ли вы эти таблетки на протяжении нескольких лет мы используем их и понимаем что это лучшее решение мы пробовали и анти блошины и клещевые ошейники и какие-то мази правда рыжик что только не пробовали но это слабо помогает а эту таблеточку очень удобно раз три месяца даешь ее и все и в принципе переносимость отличная до клещи на собаку залазят но сразу падают то есть не пересасываются очень удобно да ну что давайте откроем таблеточку и посмотрим как она выглядит как друзья меня здесь атаковали со всех сторон вот такая вот март стой имей терпение вот такая вот таблеточка стой выглядит как шоколадная конфета посмотрите да ну ладно не будем больше тянуть у марты просто не хватает терпения да и кошки все тут уже дались хватит меня снимать давай уже своей блошиной собаки таблетку пусть она жрет ну ладно рыжик ты не кипятись садись 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 сейчас дам садись все и вот так вот с удовольствием это съедается повторюсь хватает такой таблетки ровно на три месяца мы сразу покупаем две таблетки чтобы хватило на весь сезон то есть на летний сезон сегодня вот уже самый конец марта следующую таблетку нужно будет давать в самом конце июня и все из июня по сентябрь ее тоже хватит то есть две таблетки за сезон очень удобно сейчас конечно цены на них очень выросли вот эти нам вот эти две таблетки нам обошлись в три в три тысячи с копейками до кризиса это стоило два раза дешевле конечно но так обязательно напишите ребята используйте выборовекта или другими способами нам конечно раньше было в разы удобнее когда мы жили на крайнем севере туда клещи не доползают вот хоть там и длинная зима до которая фактически никогда не заканчивается но что что для собак конечно там раздолье потому что никаких клещей нету единственные насекомые которые могут там навредить это только человеку это комары а собакам там абсолютно безопасно то вот здесь в средней полосе клещи довольно таки опасные что для животных что для человека и многие от них страдают на марта мы как переехали дак это марту искусали в первые дни потому что я же такой довольный пошел в лес вот и собака у нас несколько часов под капельницей провалялась хорошо что все хорошо закончилось с тех пор конечно вот так вот подстраховываемся все друзья обязательно напишите как защищаете своих собачек обязательно будет приятно почитать до марта все будешь по лесам бегать а клещи с тебя пачками будут сыпаться да кстати есть один небольшой нюанс очень важный ребята если вы вот спите на диване на кровати и любите как давать возможность собаки спать с вами давно в ногах или как ну как они обычно имейте ввиду очень важно клещи собак вот после прогулки они будут сыпаться до сыпаться вообще не будут к ним переставать но у вас то нет защиты от клещей и эти клещи благополучно перелезут на вас поэтому будьте аккуратны я неоднократно видел живых ползающих ключ клещей у нас в квартире на то есть на собаку они не лезут они с нее знаете как можно сказать собака служит таким собирателем клещей пошла в лес насобирала дома у нас квартире они с нее отпали и все ползают по квартире вот поэтому имейте ввиду то есть думайте о своем здоровье это тоже очень важно ладно все отдыхай таблеточку съела вкусно да вкусно хозяин слушай а можно таких таблеточек побольше но за раз штук десять есть они такие вкусные я не знаю ты вот сам попробуй если не веришь просто обалдение короче закажи в следующий раз штук десять и дай мне сразу все уж очень невкусные все еще и не знаю